Сегодня я буду говорить, основываясь на Евангелии Иоанна, 15 главе, и я прочитаю первые 8 стихов. Иисус говорит, Иисус говорит, Концепция послания Иисуса Христа здесь первая, я как бы начну с финальной фразы, тем прославится Отец. То есть Бог заинтересован в твоем преуспевании. Бог заинтересован в том, чтобы ты приносил много плода, потому что таким образом Его присутствие в твоей жизни, оно прославляется, и оно показывает Его действия и Его жизнь через тебя. И Иисус говорит о статусе ученика. Он говорит, если вы будете очищены и будете на мне, вы будете моими учениками. Статус ученика также предполагает преуспевание. Когда студент поступает сегодня, вот поступили, кто-то начнет учиться, что ожидает студент? Он же не ожидает, что каким он пришел в университет, он таким и останется. Он ожидает преуспевания своей души в вопросе знаний, что через 4 года или 6 лет его знания, они будут переформированы таким образом, что он станет преуспевающий человек в той сфере, которой он посвятил себя. Поэтому здесь мы также видим, что Христос направляет нас к преодолению вопроса, когда мы думаем, что если я пришел ко Христу, вот я родился от Христа, я таким родился, я таким умру. Нет, вы становитесь моими учениками. Статус ученика дает не только доступ к информации. Он помещает нас в атмосферу защищенности, обеспечения, личного вовлечения в процесс учителя, что открывает чувство признания или достоинства, лежащие в основе профессионала. Я зачитал вам свою мысль. Немножко расширю ее. Простыми словами, когда мы становимся учениками Иисуса Христа, это позволяет нам войти в особенную атмосферу. Если вы сегодня будете пытаться получить какое-либо образование и не будете помещены для этого в определенную атмосферу, скорее всего, вы не будете увенчаны успехом. Если я время от времени возвращаюсь к попыткам изучить английский язык, время от времени возвращаюсь, я снова время от времени терплю крах, потому что погрузить себя в атмосферу не удается. Мне приходится это совмещать со многими другими вопросами – служение, работа, семья и так далее. И когда ты пытаешься просто взять информацию, она не становится настолько успешной в твоей жизни. Но когда ребенок, студент, он помещен в атмосферу, где все, что делают, это его учат языку, он намного более успешный. Итак, когда Иисус говорит «вы станете моими учениками», другими словами, вы войдете в ту атмосферу, которая позволит вам преуспевать в том, чего вы хотите достигнуть. Также это вовлечение в процесс учителя. Со студентом всегда есть занятие. И хорошая группа – это группа, где учитель может оказать личное влияние не только своими знаниями, не только своим профессионализмом, но и своей моралью и своей страстью по тому предмету, который он преподает. Итак, мы видим, что Иисус Христос, обращаясь к нам со страниц Евангелия, Он как бы подталкивает нас к этому размышлению, как нам быть людьми, приносящими плод, или людьми, преуспевающими во многих сферах нашей жизни. Он говорит здесь, что всякую ветвь, приносящую, не приносящую, отсекает, а которая приносит, Он очищает, чтобы принести больше плода. И я вот дохожу до такого этапа в проповеди, где я хочу больше развить одну мысль. И эта мысль – обрезание, очищение, или, простыми словами, удаление бесперспективных отростков на лозе или на ветке. Обрезание у виноградаря – это способность очищать, то есть отрезать бесперспективные отростки, потому что лоза должна дать свой сок, свою жизнь тому, что имеет перспективу, чтобы виноградарь принял решение – вот это будет плод. Если мы хотим иметь преуспевание в своей жизни, нам нужно позволить Богу, как виноградарю, начинать нас обрезывать, начинать удалять неперспективные отростки, которые забирают нашу жизненную энергию, силу, наше время. Если мы не позволим Ему обрезывать нас, скорее всего, наше перспективное развитие в каком-то процессе жизни, оно будет остановлено, и даже хуже того, оно может привести к разрыву, к разрушению. Такие ветви, написано, «собирают и бросают в огонь». Ощущали ли вы себя иногда как в огне? В вашей семье, в воспитании детей, в управлении финансами, во взаимоотношениях с друзьями или на работе? Не чувствовали ли вы иногда себя как в этой ветвь в огне, как будто бы нету никакой надежды и шанса оттуда выйти? Все настолько сугубо, все настолько жестко вокруг вас. Христос говорит, чтобы в таких обстоятельствах вам не попадать, вам надо позволить Богу удалять из вашей жизни то, что приведет вас к этому состоянию. Потому что когда веточка, и на ней много-много отростков, она становится бесплодной веточкой. А бесплодие, оно приводит к тому разрушению, о котором мы выше сказали. Итак, когда мы говорим о обрезании, мы подходим к такой болезненной сфере инвестиций. В нашей жизни есть сомнительные инвестиции. Признаем мы это или не признаем, это уже другой вопрос. Но в нашей жизни есть сомнительные инвестиции. Инвестиции нашего времени, инвестиции нашего здоровья, инвестиции наших финансов. И в чем опасность сомнительных инвестиций? Мы боимся их обрезывать. Потому что мы так вот как-то Богом созданы, и у нас есть внутреннее вот такое понимание, мы стараемся защитить наши инвестиции. Если вы будете общаться, и иногда люди защищают кого-то, и этот человек безнравственный, но они его защищают. А другой человек, он гораздо лучше, он гораздо благочестивее, но они пренебрегают им. И оправдание знаете, какое вы можете услышать? Но этот свой. Этот свой. Пусть плохой, но свой. А этот пусть хороший, но не свой. Другими словами, когда мы имеем какие-то инвестиции, мы готовы защищать эти инвестиции. И иногда лукавые направляют наши возможности в сомнительные инвестиции, которые становятся этими отростками на нашей жизни. Но вместо того, чтобы позволить Богу обрезать их, мы начинаем их защищать. Иногда даже оправдывая себя каким-то мнимым милосердием в каких-то вопросах. Итак, обрезание – необходимые условия для преуспевания. Если вы забудете все остальное, запомните это. Обрезание – необходимые условия для преуспевания. Если вы не будете убирать ненужные отростки на вашей жизни, какие-то отношения, какая-то дружба, какое-то потраченное время и так далее, и так далее, и так далее. Я просто не буду даже брать контакты и какие-то социальные сети. Уже языки смазолили мы по этому поводу. Есть сомнительные инвестиции. Проведите инспекцию. Позвольте себе воздержаться от чего-то. В результате у вас будет хороший плод. Вы не можете сделать все и сразу. Когда мы говорим, я хочу хорошую семью, я хочу воспитанных детей, я хочу хороший бизнес, я хочу еще при этом быть в служении, и я хочу еще пророчествовать, а иногда еще возлагать руки на больных и исцелять. И когда мы перечисляем много-много-много чего хотим, и там будет много-много хорошего, вот страшная для вас мысль. иногда Бог отрезает хорошее, чтобы дать возможность чему-то одному в конце концов в вашей жизни состояться, и когда вы окрепнете, он даст следующий шаг для вашей жизни в вашем преуспевании. Поэтому будьте готовы к обрезанию, если вы хотите идти путем преуспевания. Обрезание я хочу сегодня дать больше в формате воздержания. В формате воздержания. Эта мысль достаточно давно, верю Духом Святым, были положены в мое сердце, я вот их вам представлю. Воздержание, как способность устанавливать рамки, границы и оставаться внутри них. Псалом 73,17. Ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Когда мы говорим о воздержании, мы обязаны говорить о границах. Границы – это то, что мы не переступаем без дозволения какого-то определенного особенного. Например, границы нашего государства. И если мы можем переступить границу, сегодня отменена внутренняя виза на выезд, но есть внешняя на въезд в виза. И вы не можете переступить просто так эту границу. По причине той вы должны получить специальное разрешение на преодоление границы. Когда границы нелегально пересекаются, это приводит к трагедиям. Когда нарушаются границы, происходит трагедия. Войны, стихийные бедствия, техногенные катастрофы – это все то, что происходит в результате преодоления границ нелегальным или ненормальным образом. Поэтому воздержание – это важный вопрос нашей жизни для преуспевания. Если вы не знаете границ, вы будете постоянно втыкаться в трагедии. У вас будут постоянные конфликты. Из-за чего происходят конфликты в семье? Часто жена, муж, родители, дети – они просто не понимают границ. И они иногда абсолютно безнравственным образом переступают эти границы и к чему приводят. Если сегодня какая-то, не дай Бог, страна вторгнется в пределы нашей страны и скажет, вы знаете, а мы думаем, что вот этот кусок вашей земли – это наш кусок земли, что сделает наша страна? Это приведет к конфликту, к противостоянию. Когда мы нелегально нарушаем какие-либо границы, это приводит к конфликту. Точно так же в воздержании. Воздержание – это ясное понимание границ нашего обитания. Это ясное понимание границ нашей власти, нашего влияния, наших возможностей и нашего удовольствия. И на этом я остановлюсь чуть более подробно. Вообще я постараюсь успеть сказать о двух факторах успешного воздержания. Если я не успею, скажу об одном. И первый фактор, как я уже сказал выше, это фактор получения удовольствия. На первый взгляд удовольствие и воздержание, они кажутся антиподами или тем, что противостоят друг другу. Но если внимательно посмотреть, то именно способность получать удовольствие внутри границ гарантирует успех воздержания. Я еще раз скажу, именно способность получать удовольствие внутри определенных границ гарантирует успех воздержания. Именно неудовлетворение часто толкает нас из тех границ, которые мы для себя определили. Нам необходимо увидеть источники удовольствия в Божьем мире, а то, что в Его мире есть удовольствие, несомненно, аминь. Экклесиас сказал, 2.25, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него, аминь. Именно Он сотворил палитру удовольствий, которыми мы с вами сегодня пользуемся. Нам необходимо иногда просто переосмыслить алгоритмы получения удовольствия, потому что многое было просто извращено дьяволом, а где-то слабость нашей души, которая решила пойти путем наименьшего сопротивления. Даже когда мы говорим о даянии, и часто даяние для людей становится фактором какого-то такого тяжелого воздержания, что в моей жизни есть что-то Божье. Вы знаете, даже не все в этом зале это понимают. И некоторым до сих пор, даже некоторым служителям в этом зале тяжело принять, что в моей жизни есть что-то Божье, что не мое. Там есть граница, и я не могу переходить эту границу. Но Христос говорит о даянии в другом масштабе, в другом формате. Он говорит, блажение давать, нежели принимать. Он говорит, если вы измените алгоритм, подход, если вы сможете получать удовольствие от даяния, вы будете счастливыми людьми. Для вас воздержание перестанет быть проблемой. Для вас воздержание станет радостью, потому что оно будет приносить вам глубокое удовлетворение. Когда мы говорим об удовольствиях, очень часто нам важно понимать, что удовольствие – это вопрос меры. Исход 16-18. Здесь говорится о манне. И мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал столько, сколько ему съесть. «Евреи в пустыне, хлеб Божий манна каждое утро сходила, и они не могли набрать на неделю, кроме субботнего дня, они набирали на два дня. Если они набирали больше в другие дни, оно пропадало». И вот послушайте, Бог определил для них меру. Он говорит, вам нужно гамор, возьмите столько, сколько вам необходимо, потому что все остальное принесет вам только проблемы. Если вы хотите что-то понять об удовольствии, в удовольствии есть мера. Когда нету меры в удовольствии, оно перестает быть удовольствием. Об этом мы чуть ниже потом еще поговорим. Итак, когда они собирали, им нужно было доверять Богу, что они соберут, они это скушают, они получат восполнение сил, они получат определенное удовольствие, и завтра утром у них снова будет возможность иметь то же самое удовольствие и то же самое благословение. Когда мы выходим из понимания этих мер, этих границ, тогда случаются такие катастрофы. Давайте, например, возьмем наводнение, а также цунами. Если можно, за мной сейчас выведут вам картинку наводнения. Плохо видно, я понимаю, у нас проектор немножко слабоват. Дома в воде, разлита река. Отчего происходит наводнение? Ну, кроме человеческой несообразительности, корнем наводнения является еще избыток осадков. То есть, когда есть определенная мера, когда эта мера осадков выпадает, не происходит никаких наводнений. Но когда эта мера переходит и становится больше обычного, тогда происходит трагедия, потому что реки начинают разливаться, и там, где люди уже построили что-то для себя, оно начинает пропадать, заливаться, и это уже трагедия. Если мы не понимаем меру, мы будем терпеть ущерб. Я еще раз скажу, если мы не понимаем меры, мы будем терпеть ущерб. Мы не будем успешными людьми. Подумайте. Давайте самый возьмем распространенный пример на сегодняшний день. Излишество в еде. Болезненное. В том числе для меня вопрос. Болезненный, работаю над ним. «Пока у тебя есть мера, что с тобой происходит? Ты получаешь удовольствие от жизни. Ты легкий, у тебя здоровье, тебе не надо сидеть на таблетках, у тебя достаточно функциональная жизнь или успешная жизнь по причине того, что в твою жизнь все приходит той мерой, которую твой организм способен переварить, пустить в энергию. Но когда приходит излишество, когда формируется неправильное питание, неправильные продукты, что происходит? Наводнение. Ты вдруг осознаешь, что костюм, который ты так дорого купил, тебе придется подарить кому-то, и это даяние уже не радует тебя, потому что это неизбежность наводнения в твоей жизни. когда приходит излишество, приходит трагедия, цунами. Давайте посмотрим. Цунами – это результат земельных толчков, землетрясения, которые поднимают внутреннюю волну. Она невидима там, где она поднимается. На глубине ты ее не замечешь. На самом деле в эпицентре землетрясения этой волны незаметно. Она достигает разрушительной силы, когда приближается к берегу, и там она сносит все на своем пути. И хуже того, говорят, даже не сама волна, которая идет туда, а когда она возвращается обратно, потому что вместе с собой она несет обломки, осколки. И если кто-то выжил во время, когда она шла туда, часто больше людей погибает, когда волна идет обратно, именно из-за травм, порезов и так далее, которые происходят. Что такое цунами в нашей жизни? Вы заметили, что многие наши эмоциональные всплески, они невидимы сначала. Они где-то там взорвались внутри, и тебе кажется, что это просто прошло незаметно, что-то никто не увидел, что-то где-то внутри тебя. Это твоя личная эмоция, это твоя личная проблема. А потом эти толчки начинают усиливаться, они начинают учащаться, и ты уже каждый день где-то побарываешь себя, преодолеваешь себя, ты гасишь эти толчки, но пока это на глубине, тебе кажется это незаметным, но это сила волны, она идет. Если вовремя ты не остановишь свое внутреннее землетрясение, если ты вовремя не получишь внутренний мир, успокоение, то, возможно, однажды эта волна, она выхлестнется, и она будет сносить все дорогое для тебя, она снесет твоих детей, твою семью, твой бизнес, твое служение, она все разрушит, если ты вовремя не остановишься и не осознаешь, ты не можешь жить в постоянном волнении, если у тебя в финансах постоянное волнение, ты постоянно взрываешься, послушай, однажды этот цунами снесет твой бизнес, снесет твои возможности, если у тебя постоянные внутренние волнения по отношению семьи, взаимоотношений, если ты не приобретешь Божий мир, вот не научишься держать себя в этих рамках, в этих границах, получать удовольствие, однажды это землетрясение поднимет волну, которая будет сносить все на своем пути. Итак, мы говорим с вами о воздержании, мы говорим с вами о мерах. В первом послании Коринфянам 2 Коринфянам 8, 12, 15 «Ибо если есть усердие, оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка». Здесь Павел снова напоминает именно о этих временах в пустыне, о манне. И вообще, Божье Слово, оно много говорит о типах и о правильности меры, и чувства меры, чувства меры, и способность знать, чем измерить. Это важно для понимания воздержания, а также важно чувство компенсации, о чем Павел говорит. Нам не надо бояться компенсировать своим успехом чей-то неуспех. Нам не надо пытаться все саккумулировать в себе. Нам нужно давать возможность другим людям пользоваться иногда нашими возможностями, в этом тоже есть удовольствие. Наоборот, в дьявольском мире эти границы стираются. Они лишают человека чувства удовлетворения, они ставят его, как белку в колесо. Вам сейчас напомнит картинка, как это выглядит. Книга притчи Соломона, 30 глава, 15-16 стих. У ненасытимости две дочери, давай, давай, вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно, преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водой и огонь, который не говорит довольно. Вот эта система, внутри которой нету меры, это как белка в колесе, когда ты бежишь за удовольствием, не останавливаясь, ты не понимаешь саму суть удовольствия. Это пьянство, это наркомания, это блуд, это другие сексуальные извращения, когда человек, он бежит, на самом деле он уже давно не удовлетворен, он уже забыл, что такое удовольствие. У него живет эта дочь, давай, давай, это без меры, жизнь без меры, жизнь без удовольствия, и она выводит человека из состояния воздержания, потому что ему надо постоянно куда-то бежать, к чему-то стремиться новому, попробовать что-то особенное. Итак, первый, и я на него потратил много времени, важный фактор воздержания это удовольствие, это удовлетворение. Нам нужно научиться, как Павел говорит, великое приобретение, что? Быть благочестивым и довольным. Довольным это не значит, ну у меня этого нету, и я доволен. нет, это значит у меня это есть и я удовлетворен. Не путайте эти вопросы, потому что иногда мы говорим довольный, просто заставляя себя смириться с каким-то отсутствием преуспевания, в котором надо, наверное, поработать. И это первый фактор. Второй, я постараюсь коротко его дать, второй фактор это способность доверять Богу внутри границ им определенного лидерства. Давайте об этом чуть-чуть поговорим. Исход 32, 5-6. Увидев сие, Арон поставил перед ним жертвенники и провозгласил Арон, говоря, завтра праздник Господу, на другой день они встали рано, принесли всесожжение, привели жертвы мирные, сел народ есть и пить и после встал играть. Извините за выражение, это называется самодурство. Другого слова я не подобрал. Литературное русское слово самодурство. Когда люди говорят Моисея 40 дней нету и нам нужен тот, кто нас поведет дальше, это время, когда мы не способны дать возможность лидерству от Бога в нашей жизни установить правильные границы, правильные приоритеты. Они были ослаблены своей нуждой. И я хочу вам сказать, когда человек ослаблен своей нуждой, он эмоционален. Его выбор лидерства очень эмоционален. Они на самом деле не анализируют способности лидера, его благочестия, его мораль, то, что описывает Божье Слово, да, епископ должен быть какой? Такой, 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 ясный анализ служителя, дьякон какой должен быть? Такой, 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 Проблема в Первой Церкви. Они говорят, давайте кого выберем? Людей разумных, исполненных, Святого Духа, то есть определенный анализ лидерство, но иногда мы, будучи вовлечены в какие-то проблемы, мы ставим себе авторитеты или лидеров, которые не соответствуют этим критериям, как этот народ. У них была нужда, они не знали, что дальше делать, они были в пустыне, Моисея нету, тот, кто вывел, нету, они почувствовали проблему, но что изменилось у них, когда Араон поставил им золотого тельца? Да на самом деле ничего, они были просто как, я недавно перечитывал пророка Исаию, там в четвертой главе, если вы будете читать, там она короткая глава, там написано, семь женщин ухватятся за одного мужчину и скажут, мы свой хлеб будем есть, позволь только называться твоим именем, сними с нас позор. То есть, когда мы не способны доверять Божьему провидению в лидерстве нашей жизни, мы не сможем установить правильные границы, потому что лидеры, наставники в нашей жизни, которые не от Бога, они будут давать нам неправильные границы, и мы будем переступать на самом деле нужные границы и попадать в состояние беды и конфликтов. Это то, что произошло с евреями в пустыне, они попали в состояние конфликта с Богом, и много людей пало мертвыми из-за их идолопоклонства. Неправильное лидерство, послушайте внимательно, приводит к идолопоклонству. Неправильное лидерство приводит к идолопоклонству. Оно не способно проложить путь к преуспеванию. Оно будет говорить о преуспевании, но ориентировать будет тебя к идолопоклонству. Настоящее лидерство, оно будет вести тебя в поклонение Богу, оно не будет обещать тебе преуспевание, оно будет говорить тебе, это возможно, если ты в своей жизни будешь иметь границы Божьего Слова. Правильное лидерство – это важный фактор для нашего воздержания, потому что это те люди, которым мы доверяем нас вести. Однажды Самуил жаловался Богу, что народ потребовал себе царя, а Бог ему сказал, они отвергли не тебя, они отвергли меня, они отвергли мою систему поставления руководства внутри народа. Поэтому проблема не только у тебя и не только с тобою. Когда мы доверяем Богу в вопросе лидерства и оцениваем лидерство, не с позиции наших эмоций или наших нужды, так некоторые ставят перед собой каких-то политических лидеров или каких-то бизнес-лидеров или каких-то других лидеров, а просто, знаете, что я вижу? У меня есть нужда. Я готов есть свой хлеб, позволь мне называться твоим именем. Я не состоялся как личность, я не чувствую себя удовлетворенным, я не чувствую себя восполненным Богом, поэтому я хочу себя приобщить к чьему-то человеческому имени, чтобы его имя добавило мне вес, и я думаю, с этим именем я пойду в светлое будущее. Мы в светлое будущее с человеческим именем не придем. Есть только одно имя, которым должно человеку спастись – Иисус Христос. Аминь. Только Он является нашим абсолютным лидером, Господом, которому мы поклоняемся. И когда мы исцеляемся, и дальше там в книге пророка Исаии говорится, поднимется корень Иесеев, там начинает пророчество о Иисусе Христе, что Иисус Христос – это исцеленное лидерство. Лидерство во Христе Иисусе – это исцеленное лидерство. Тебе не нужно будет пытаться какое-то имя к себе приобщить, чтобы почувствовать себя удовлетворенным. И там дальше говорится, над всем чтивым, над всем чтивым будет покров Божий. Прославление, пожалуйста, выходите, чтобы меня тоже дисциплинировать. Книга Псалом, Псалмы 91-й – это Псалом часто, как Псалом защиты. Первый стих. Под кровом Всевышнего. И далее, 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 далее. Прочитайте этот Псалом, прекрасный Псалом. Там много обетований и много благословения. Там перечисляется, что ты будешь сохранен от войны, ты будешь сохранен от каких-то вирусов, от какого-то поражения и так далее, и так далее, и так далее. Вокруг тебя будут… Там прекрасный Псалом. Но начинается он со следующего – под кровом Всевышнего. И в пророке Исаии написано, все чтимое будет под покровом. И там дальше дается образ облака, как евреи, они вышли с этим облаком и с толпом огненным из Египта и путешествовали через пустыню. К чему я все это веду? Что к тому событию, о котором я говорил, когда евреи сказали – дай нам лидера. Дай нам лидера. Знаете, что произошло после этого? Столб облачный. Он переместился, и он стал только над Скинией. Там, где поклонялся Моисей. Там, где чтили Бога. Там, где чтили Его провидение в лидерстве. Там, где чтили Его установление. Они начинали все вместе под столпом. Но после того, как они не были воздержаны, не были разумны в определении лидерства своей жизни, после этого они были отделены. И под покровом Всевышнего буквально находилась Скиния. И потом народ начинал приходить туда. Они начинали собираться туда, к Моисею. И Бог покрывал их и давал им свою защиту. Дорогие, сегодня в этом мире много шарлатанов, а также много хороших людей, которые где-то просто не бодрствуют, выставляя свое имя, как торговую марку, одев которую на себя, ты будешь чувствовать себя более уверенным. Но это не от Господа. Есть место, где Бог покрывает. Мы сегодня принимали в члены церкви. Я верю, что есть место, поместная церковь, где Бог покрывает. Где мы встаем под то лидерство, которое Бог определяет, и мы анализируем Его. И мы говорим, является ли Он для нас примером. Он муж одной жены. Как ведут Его дети себя. Как Он управляет своим имением. Как Он управляет своими финансами. Насколько этот человек понимает Божье Слово. Насколько этот человек доверяется Богу в молитве. И когда мы видим, что он соответствует призванию, предназначению Божьему, мы позволяем тогда этому церковному лидерству определять границы и благословлять нас. И тогда мы благословены в Господе. Самодурство, оно тоже приводит к веселью и празднику. Но этот праздник недолгий и заканчивается трагедией. Подводя итог сегодня проповеди, мы говорим о преуспевании, о нашем шествии к полноте во Христе Иисусе. Нам важно понимать, у Бога есть лидерство, есть границы, есть способность измерять, есть способность доверять Ему в Его благости и Его заинтересованности в нашем преуспевании. Мы будем молиться сейчас, и после мы будем принимать хлебопреломление. Я хочу молиться вместе с вами, чтобы мы становились учениками Иисуса Христа. Аминь. Не просто получили доступ к информации, а я хожу на проповеди. Это замечательно. Ты имеешь доступ к информации в интернете. Это замечательно. Я другое спрашиваю. Ты ученик Иисуса Христа? На самом ли деле ты погрузил себя в атмосферу, где Иисус Христос лично участвует в твоем воспитании, преобразовании и продвижении? Понимаешь ли ты, что Бог заинтересован в плодоносности твоей жизни? Этим прославится Господь своим присутствием в тебе. И самое болезненное, способен ли ты позволить Ему обрезывать тебя на пути к твоему преуспеванию? Способен ли ты отказаться от сомнительных инвестиций в своей жизни, чтобы дать жизнь тому, что на самом деле должно быть в тебе и через тебя? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok